Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В начале коротко о некоторых темах этого выпуска. Паспорт за пять дней в поликлинику без полиса, рост тарифов за коммуналку и другие новшества июля. Месяц до конца регистрации кандидатов в депутаты, три дня голосования для барнаульцев. Сентябрьские выборы обойдутся краевой столице в сто с лишним миллионов рублей. Новые трубы, новые коммуникации на новом рынке в Барнауле приступили к ремонту теплосетей. С 1 июля в силу вступает множество законодательных новшеств как на федеральном уровне, так и на региональном. Если первые изменения коснутся людей скорее формально, то вторые на уровне края точно отразятся финансово. Так, с сегодняшнего дня для жителей нашего субъекта подорожала коммуналка – самый большой тариф за вывоз мусора. Где стоимость этой услуги выросла сильнее всего и в целом о новшествах июля. Смотрите далее. Паспорт теперь будут оформлять не больше пяти дней. И это отныне не зависит от места проживания человека или обстоятельств замены документа. Малый бизнес САИП, что зарегистрировались впервые, теперь могут воспользоваться специальным налоговым режимом. Он освобождает от уплаты страховых взносов и части отчетов, но пока доступен лишь для четырех регионов. Должников не оставят без копейки. Задолжавшие могут написать заявление в банк о сохранении прожиточного минимума при взыскании средств. Новшество на уровне региона. В Алтайском крае вступил в силу закон о статусе медработника. Он предполагает дополнительные выплаты для фельдшеров, терапевтов и педиатров в первые три года работы. Доплаты врачам-наставникам и врачам из выездных межрайонных бригад. Для пациентов гемодиализа изменился максимальный размер компенсации транспортных расходов. Он будет зависеть от территории и варьироваться от 300 до 2300 рублей. А еще с 1 июля меняются тарифы ЖКХ. Существенно подорожает вывоз ТКО и больше всего для барнаульцев на 25%. Неизменным тариф останется лишь для аллейской зоны. Для остальных плата вырастет, как для жильцов многоквартирных домов, так и частных. Анастасия Драган, День с толком. 105 миллионов 800 тысяч рублей. Именно в такую сумму муниципальному бюджету Барнаула обойдутся выборы в городскую думу, которые пройдут 11 сентября. Об этом сегодня журналистам сообщила Ирина Акимова, председатель Крайсбиркома. Средства потратят на организацию процесса, изготовление документации, информационно-разъяснительно-печатной продукции. В Барнауле выборы будут самыми масштабными по краю, хотя обновится состав большинства городских дум, в частности в Бийске, Новоалтайске, Заринске, Рубцовске и Ярову. Проголосовать и в районах, и в городах везде, кроме Барнаула, можно будет досрочно, начиная с 31 августа. В краевой столице же дарить свои голоса избиратели смогут в течение нескольких дней – 9, 10 и 11 сентября. Такой формат был выбран избирательной комиссией Алтайского края для голосования на выборах депутатов Барнаульской городской думы 8-го созыва. Выбран с учетом обсуждения этой практики, наверное, самый удобный для избирателей вариант, связанный с тем, что и рабочий день захватывается, а не только выходные. Документы на регистрацию кандидаты должны подать не позднее 1 августа. Агитация в СМИ стартует 13 августа и продолжится до 24 часов 9 сентября. Любые вопросы волнующие избиратели в крае Сбиркове смогут ответить по телефону горячей линии 36 30 62. В строительстве нового моста на новом рынке наступил новый этап. Сегодня там приступили к устройству опор теплоснабжения. Что конкретно предстоит сделать, расскажем далее. На новом рынке по проекту будет новым не только мост, но и теплосети. Сейчас производится бурение свай под опоры для трубопроводов. Как только выполнены именно опорные части буронабивные сваи, дальше поднимается уже верхняя часть опорная и потом на нее будут монтироваться новые трубы теплосети. У нас, напоминаю задачу, что до начала отопительного сезона у нас должна быть ветка теплосети уже по новому чертежу, то есть по новой схеме прохождения быть смонтирована полностью, чтобы жители города от ремонта путепровода еще и неудобства в виде потерь теплоснабжения не испытали. Поэтому сейчас вот эти работы у нас первая часть. К концу следующей недели закончат перенос инженерных коммуникаций, после чего приступят к демонтажу оставшихся пролетных строений. Сейчас подрядчик договаривается с РЖД о предоставлении технологических окон. В соглашении будет прописан график работы и уже после начнется устройство новых опорных частей путепровода. Подрядчик также напомнил, что в рамках реконструкции путепровода на проспекте Ленина за прошлый месяц сделан большой объем задач. На сегодня выполнено 60% демонтажа. Елена Кузовкина, Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. А сейчас вновь о главном событии этой недели. День сибирского поля. Агрофорум завершился накануне. Он собрал тысячи участников, показал всю мощь российского агропромышленного комплекса. В следующем сюжете моя коллега Ирина Корчагина расскажет, как взаимодействие власти и агробизнеса может серьезно повлиять на развитие города. Алтайскую сельхозтехнику все чаще можно увидеть не только на полях нашего региона, но и страны. Агрофорум собрал тысячи участников от фермеров до представителей власти регионального и федерального уровня. Вопрос импортозамещения и конкурентноспособности стал, пожалуй, главной темой Дня сибирского поля в этом году. Сейчас меры поддержки, в том числе разработаны очень много мер поддержки региональных. Это и компенсация на оборудование, которое закупается. Это сейчас со своими программами предлагается РАЛ, так называемый, это Росагролизинг. Еще ряд федеральных поддержек, там и работа фонда развития промышленности, выделение кредитов по очень низким ставкам. То есть сейчас очень много мер поддержки, которыми можно пользоваться. Важный шаг в импортозамещении – открытие первого технопарка Юг Алтая, который начали строить в конце 2020 года. Промышленный центр специализируется на производстве оборудования для машиностроения, обработки металла. Интересен механизм работы. Представители малого и среднего бизнеса, которые становятся резидентами технопарка, смогут создавать сложные наукоемкие продукты. Проект поддержали в Министерстве экономического развития. На технопарк было выделено 500 миллионов рублей, 100 миллионов – средства частного инвестора в лице Рубцовского завода запасных частей. Мы на сегодняшний день, получается так, вовремя зашли с этим проектом. И сегодня мы уже, можно сказать, успешно, внедряя новые технологии, можем производить те детали и узлы, которые в свое время заводы отрасли сельхозмашиностроения получали как из дальнего зарубежья, так и из ближнего зарубежья. Кстати, технопарк – это не только про импортозамещение. Для Рубцовска, как для города, который долгие годы был промышленным центром региона, это еще и сотни новых рабочих мест. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. На агрофоруме соглашение о сотрудничестве подписали Сбербанк и компания «Комплекс Агро». На что именно направлен новый союз и как будет работать. Далее. На традиционном сибирском агрофоруме специалисты с интересом изучали новинки отрасли и активно устанавливали деловые контакты. Неизменным вниманием пользовался стенд Сбера – участника стратегического партнера форума. Компания представила большое число цифровых сервисов и консультировала по вопросам кредитования, лизинга, агро-страхования. Сбербанк является одним из лидеров кредитования клиентов агропромышленного комплекса, активным проводником продуктов с господдержкой по кредитованию клиентов АПК. За текущий год мы одобрили кредитов для клиентов агропромышленного комплекса на сумму 4,2 миллиарда рублей. Один из первых положительных итогов форума – Сбер и компания «Комплекс Агро» подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря совместному проекту один из крупнейших российских производителей сельхозтехники и оборудования сможет заняться дальнейшим развитием производства. Будет создана служба «Единого окна», в которую входят мы, как поставщики оборудования. Туда будут входить проектные организации, которые будут выполнять работы от разрешения на строительство до введения в эксплуатацию. Также туда входят строительные компании и банк, который будет финансировать. Благодаря сотрудничеству со Сбером у нас получится реализовать все задуманные планы. В сотрудничестве со Сбером заинтересованы и многие другие предприятия. Представители компании провели большое число переговоров. Результатом станут масштабные проекты. Особо важная тема для Алтайского края – вопрос очистки и хранения зерна. Ведь именно от его качества зависит конечная стоимость продукта. Один из участников Дня сибирского поля – компания, в которой знают, как в один сезон окупить вложения в современное оборудование, а в дальнейшем повысить выручку на 20-30%. Как сохранить высокое качество продукции и не допустить финансовых потерь? Ответ знают в компании Технозлак. Предприятие занимается установкой современного зерноочистительного и сушильного оборудования, которое дает возможность максимально быстро очистить и высушить зерновой ворох. При этом исключается влажность и засоренность, а ведь именно эти факторы влияют на конечную стоимость продукции. Именно поэтому оборудование компании Технозлак поможет расти вашему бизнесу. Сегодня мы представляем здесь новинки на рынке Алтайского края и в принципе сибирского федерального округа. Это французские машины «Шнайдер». Здесь машины представлены от 50 до 400 тонн в час. То есть аналогов, по большому счету, именно в такой производительности нет. Сегодня мы подписали дилерский договор по белорусским машинам «Амкадор». Мы в Сибири будем представлять полностью завод, заниматься импортозамещением. Технозлак доверяют фермерские хозяйства со всей Сибири. Компания на рынке с 2015 года и за это время на предприятии успешно реализовали уже более 60 проектов. Уникальные препараты для домашних животных на основе стволовых клеток презентовали на форуме. Полезную продукцию в наш аграрный регион поставляют из Подмосковья и уже десятки фермерских хозяйств успели опробовать препараты и остались ими довольны. Рост продуктивности, профилактика мастита и эндометрита, болезни копыт и другие недуги у животных. С ними нередко приходится сталкиваться с сельхозпроизводителем. Использование антибиотика вызывает побочки, а многие импортные препараты на рынке не найти. Компания Кагенез предлагает уникальные лекарства для животных на основе стволовых клеток. Аналогов препарата нет во всем мире. Организм сам должен справиться с любой болезнью, но мы должны ему помочь, дать толчок, дать силу ему. Вот в этом случае как раз препараты активно работают. Это не химия, абсолютно, это стволовые региональные клетки. Такие биопрепараты в России используют уже больше четырех лет. Производят их в Подмосковье на предприятии «Новестем». Их эксклюзивный представитель – алтайская компания Кагенез. Она и поставляет полезную продукцию в наш край. Препараты у нас широкого спектра действия. В основном это сельхоз, животные, конечно, в первую очередь. Нужен саграрный край. Это для крупнорогатого скота, для моралов, для лошадей. Но, естественно, им не обошлись стороной мелких домашних животных. Кошки, собаки и прочие животные. А эффект, он довольно-таки очень хороший. И он не заставит себя ждать. Применили уже порядка 20 хозяйств в край нашей препараты. Получили очень хорошие отзывы. Опыт применения препаратов «Новестем» показал, что у животных нормализуется иммунитет, быстро заживают мышечные и хрящевая ткани после травмы и операций, восстанавливаются кровеносные сосуды. При этом цены на продукцию приятно удивят покупателя. Также День сибирского поля показал, что сегодня особо ценятся компании, которые думают не только о своей маржинальности, но и об успехах своих клиентов. Вкладываться в энергию в прямом и переносном смысле. Завод «Электрошкаф» – одно из крупнейших предприятий по производству массовой, контрактной, серийной и ОЕМ сборки электрощитовой продукции. Также «Электрошкаф» оказывает услуги по проектированию, сервисному обслуживанию, комплектации объектов. Одна из разработок компании – электронные устройства, которые позволяют отслеживать работоспособность любого электротехнического оборудования и предупреждать аварии. А значит, такое оборудование еще и снизит эксплуатационные расходы. Мы ориентируемся на долгосрочные отношения с клиентом и мы намеренно подгружаемся в специфику того продукта, который выпускает клиент, для которого мы поставляем свою продукцию. И со своей стороны, если мы можем, улучшаем потребительские свойства товара, продуктов, клиента нашего. Соответственно, это повышает их конкурентоспособность на рынке, растет их маржинальность, их прибыль, соответственно, мы зарабатываем вместе с клиентами. Основные клиенты предприятия – производители оборудования для агротехнического комплекса, а также крупные застройщики. За несколько лет компания уже установила более 5000 электрощитов по всей России. Хранить полученную выручку от новых контрактов или от урожая аграрии могут в надежных сейфах. Таких на форуме Дни Сибирского поля представили целую линейку – от офисных до домашних и даже детских. Они бывают офисными, оружейными и не поддающимися взлому и огню. Сегодня на агрофоруме свою продукцию представила компания «Алтайсейф». Это официальный представитель в Барнауле, лидер российского рынка по производству металлической мебели и сейфов. Помимо офисных и домашних сейфов, то есть вот с кодовым замочком, все вот так вот открывается-закрывается, также есть еще и детские сейфы, различные там с такими веселенькими картинками. Данный сейф, на нем в комплекте идут маркеры, можно все это различно разрисовывать, потом стирать, заново разрисовывать. Для чего придуманы детские сейфы, ребятишки, как правило, смотря на родителей, что у них есть сейфы, они просят у родителей, что мы тоже хотим свой сейф. И данное решение как раз у нас есть. А для любителей офисного уюта есть стеллажи, шкафы и тумбы. Для ценителей порядка на производстве удобные верстаки. И это лишь малая часть того, что представил «Алтайсейф». Для нас это опыт, мы впервые выставляемся на подобных мероприятиях, ранее нигде не выставлялись, не пробовали себя в таких выставках. Решили попробовать, посмотреть, себя показать. Подчеркнем, «Алтайсейф» поставляет продукцию на максимально выгодных для клиента условиях. Счастье в дом приходит с молоком. Барнаульский молочный комбинат традиционно принял участие в агрофоруме. Предприятие представило все разнообразие продукции – масло, сыры, йогурты и другое. Выставка продукции для Барнаульского молочного комбината получилась успешной. В первый же день работы агрофорума продукция предприятия вызвала большой интерес. Гости из разных регионов подходили, пробовали, хвалили. И тут же люди могли запечатлеть себя на память у специальной фотозоны и немного развлечься в игровой. Большое внимание гостей Дня поля было приковано огромному разнообразию сыров. На одной из площадок люди могли их продегустировать. Но и другая продукция пользовалась спросом. Сегодня на рынке она представлена под несколькими уже известными алтайскому покупателю торговыми марками – «Лакт», «Модест» и «Молочная сказка». В этом году будет обновляться упаковка, поэтому ждите новинок. Изюминка – это, конечно, в качестве продукта. Изюминка – это в том, что мы выбираем качественное сырье для своего продукта и относимся к своему продукту с любовью и изготавливаем его с чистым сердцем. «Молочная сказка» свою продукцию поставляет в большинство регионов России. Ассортимент регулярно обновляется. Так в ближайшее время покупатели Алтайского края и других территорий смогут оценить творожки с новым вкусом. Какими они будут, пока держатся в секрете. Одной из самых посещаемых площадок стал стенд Барнаульского пивоваренного завода. В жаркую погоду гостям, как нельзя кстати, пришлись по душе прохладительные напитки. Их ассортимент у предприятия богат. 300 компаний, сотни гостей на поле под открытым небом. В летний жаркий день для всех спасения прохладительные напитки. Лимонады, чаи, квас, энергетики и содовая. Все это продукция Барнаульского пивоваренного завода. Всегда участвуем, поддерживаем эти замечательные инициативы нашего региона. Потому как мы все-таки считаемся сельскохозяйственным регионом. Производим большой объем зерна. И, кстати, наше предприятие, это также является сельфоспереработчиком. Мы закупаем ячмень и на собственной солодовне производим солод из него. Ну и дальше уже процесс вы знаете. История Барнаульского пивоваренного завода насчитывает более полувека. За это время у предприятия сформировались свои традиции и секреты по созданию вкусных напитков. Продукцию высоко оценили даже первые лица. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, замминистр сельского хозяйства России Андрей Разин и сибирский полпред Анатолий Серышев. Представлена наша продукция от Калининграда до Камчатки практически во всех регионах. Активно развиваем экспорт ближних зарубежей. Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан с Китаем взаимодействуем. То есть стараемся наполнять рынок нашей продукции. Гордимся нашим предприятием. Ну и самое главное, стараемся выдавливать продукцию транснациональных компаний нашей достойной и качественной алтайской продукции. Пивоваря на завод ежегодно производит около 12 миллионов декалитров пива и больше 5 миллионов декалитров безалкогольной продукции. Для своих напитков компания добывает чистейшую артезианскую воду. А над их качеством работает огромный коллектив – порядка полутора тысяч человек. Впервые в истории Барнаула состоялось первенство города по летнему биатлону. Правда, из участников были не только жители краевой столицы, но и биатлонисты со всего Алтая. Юноши и девушки выясняли, кто из них быстрее и точнее в эстафетной и спринтерской гонке. От победы сильные эмоции, но за лидерство пришлось хорошо потрудиться. Во-первых, пробежать тяжелую трассу с многочисленными подъемами и спусками. Дети преодолевали дистанцию в 2 километра 400 метров, а подростки в 3 километра. И, во-вторых, полностью сконцентрироваться и выстрелить четко в цель. На огневом рубеже 5 мишеней и столько же попыток. Не получилась стрельба, это стойка. Я накосячил и, ну, получается, в спуске в основном. То есть, как не раскатывался, не мог добежать. То есть, ну, есть над чем работать. Есть над чем работать и тренерскому составу. Алтайским биатлонистам хочется как можно чаще принимать участие в разных турнирах, набираться практики и опыта. Для сравнения, на данном первенстве города собралось около 120 человек со всего края. Плюс приехали гости из республики Алтай. К слову, на последнем первенстве региона биатлонистов было в разы меньше. И причин на это несколько. Лето, да, то есть у всех каникулы. То есть, мы проводили зимой. Летом у нас не было таких соревнований каникулы. Есть возможность как бы у всех приехать. Один момент, да. И второй момент. То есть, в прошлом году первый раз провели. И как бы, ну, посмотрели, что для детей это интересно. Для детей вообще мало соревнований по биатлону проводится именно для такого возраста. Если бы не поддержка спонсоров, турнир мог и не состояться. Во многом организовать соревнования помогли комитет по физической культуре и спорту города Барнаула, союз ветеранов биатлона Алтая, алтайский сыровар, сеть блинных сковородов на и барнаульский пивоваренный завод. По итогу стартов чаще всего на пьедестал восходили спортсмены из Барнаула, Республики Алтай, Заринска и Ребрихи. После этих стартов биатлонисты немного отдохнут и в конце августа. Их ждет кубок Сергея Тарасова в селе Алтайском. Он-то и закроет спортивный сезон биатлониста. На этом у меня все. Напомню, телефон нашей редакции 205-545. Обязательно звоните. Ну а далее о погоде и спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok